Привет, друзья! Я Алексей Суховерхов, писатель и журналист, тот человек, который живет в эмиграции на яхте. Я шкипер британского судна. И сегодня у нас речь пойдет об обучении яхтингу, о том, как научиться управлять лодкой, и чувствовать себя в этом уверенно, с чего начать и как это сделать. Я начну не совсем традиционно, для всех и совершенно обычно для меня. Я скажу вам главное. Учите английский язык. Это то, что понадобится в любом случае и за границей, и на лодке в особенности. Я знаю одного очень опытного, очень хорошего капитана российского яхты, который сделал кругосветное путешествие и фактически живет на лодке, но он не знает ни одного слова на иностранных языках. Я не знаю, зачем он все это сделал, потому что самое интересное в яхтинге – это общение с людьми вокруг, это познание новых стран, это коммуникация. Я думаю, что без английского языка делать в мире нечего. Это язык, на котором говорят все, и вы найдете себе собеседников, компанию, партнеров, где угодно. Кроме того, это еще и вопрос безопасности. По рации все общаются на английском языке, кроме каких-то локальных мест. В любом случае, это стандарт – общаться по международному морскому радио на английском языке. Он признан международным, и это то, что нужно использовать. Ну и когда возникают какие-то вопросы, я опять же вспоминаю историю, когда русский капитан зашел в порт в Турции и через пару дней покинул его, а турецкие рабочие потом, глава компании их и рабочие сами, встретились со мной, и они что-то делали у меня на лодке, и долго смеялись над ним, как он им на пальцах объяснял, что они от него хотят. Вот они знают язык, и на самом деле это дает возможность договориться с людьми, получить то, что вы хотите, а не то, что вас поймут и то, что может из этого выйти. Теперь, что касается обучения яхтингу. Что же такое яхтинные права и как их получить? Давайте начнем с того, что в Великобритании, например, получать яхтинные права вообще не обязательно. Любой человек может ходить под парусом или под мотором в британских территориальных водах на лодке длиной до 23 метров, не имея вообще никаких документов, кроме, конечно, разумеется, документов на лодку, что он ее законно приобрел. Он это делает на свой страх и риск, и это свобода. На сегодняшний день у меня много документов, которые можно назвать правами. Я сдавал Dayskeeper, Coastal Skipper, я проходил теоретические курсы, я получил через Британию, не через Россию, международные права на управление любительских судов. Вот так эта бумага выглядит. Вы можете посмотреть на сайте более подробно. Я имею сертификат на Radio Short Range Certificate. Кроме того, у меня есть российские гимсовские права на все категории, на лодке до 20 метров, как есть написано, с неограниченным районом плавания и с неограниченным парусом. Окей? Но на самом деле все это не главное. Между ягцеменом, который получил права, и человеком, который умеет управлять лодкой, такая же разница, как между тем, кто закончил курсы управления автомобилем, сдал на права ГИБДД, и тем, кто ездит по городу. Первый экзамен, настоящий экзамен, это когда вы выйдете в море без инструктора на борту. А желательно еще лучше и в одиночестве. В действительности права, документы, подтверждающие квалификацию, проверяют, но проверяют в странах, скажем так, третьего мира. Они нужны в России, они нужны в Турции, в Греции. Я не заметил, что меня кто-то смотрел на эти документы. Да и в Англии, как я вам сказал, это вообще не предусмотрено, если я не работаю на перевозке пассажиров. Именно на перевозке, это не значит, что кто-то не может ко мне взойти на борт. Если у меня гости, то это совершенно нормально. Но профессиональная работа, профессиональное управление судном требует других сертификатов, требует сдачи экзаменов. И это процесс, которым приходится проходить. Теперь, что касается подводных камней обучения. Давайте так, все курсы и все пребывание, любое пребывание на лодке, стоит, ну, примерно одинаковое. Скажем так, округленно, от 500 евро в неделю до 500 фунтов в неделю. Что будет соответствовать, ну, сами посмотрите по курсу. Неважно, где вы учитесь, в Греции или в Англии, или где-то в других странах, во Франции, в Германии, я думаю, что там цены такие же. Когда вам говорят о том, что можно найти что-нибудь подешевле, и говорят, что пребывание на лодке, там, у кого-то из шкиберов, пойдется в вас 300 долларов. Не верьте, это неправда, потому что, ну, какой глупец будет продавать свои услуги дешевле, чем это в действительности стоит? Тогда вам предложат отдельно заплатить за правку, отдельно за продукты, отдельно за мойку лодки, после того, как вы закончили обучение. В действительности, как проходит учеба и как это работает. Когда вы приходите, вы... Лучше всего бронировать ваш отпуск заранее. Потому что, когда вам понадобится срочно, большинство компаний, которых вы видите целую кучу на сайте, который я вам показал, вас принять не смогут, у них будет на лето все занято. Есть два способа учиться. Можно вот убиться и научиться. Вообще-то я пошел по этому пути. А можно ездить, отдыхать и учиться. Хорошее обучение, неспешное обучение яхтингу строится таким образом. Вы получаете какой-то самый первый опыт, не обязательно для этого что-то знать заранее, на лодке. Потом вы имеете возможность что-то почитать, подготовиться. Пройти курсы. Потом вы идете и сдаете на капитанские права. К сожалению, ускорить этот процесс можно, но очень сложно. Теоретически вы вообще не обязаны проходить какие-либо курсы. Вы можете прийти, записаться и сдавать яхтмастерский экзамен, если вы считаете, что у вас достаточно для этого опыта. Единственное требование вы должны быть подтвердить пройденные миди. Но это на яхтмастерский экзамен, все предыдущие уровни. В общем, на самом деле на это смотрят спустя рукава. Если вы демонстрируете знания, вы получите любую степень, в зависимости от того, на какую претендуете и что можете продемонстрировать. Что же касается вот такого поэтапного обучения, то этот вариант хорош для людей семейных. Вы можете с семьей забронировать обучение, провести неделю, получить первую степень Compatent Crew, квалифицированного члена экипажа, а не матроса. Потом вернуться домой, пройти в онлайн, я проходил в онлайне, я пришлю вам, вы сможете посмотреть ссылку, я оставлю ее под видео. Теоретические курсы. Потом вы идете на второй практический курс, делаете следующую ступень, потом возвращаетесь опять на теоретические курсы. И так далее до самого верха, до яхтмастерского уровня. Существует множество школ, и я сторонник вот чего. Я бы сказал так, существует Royal Yachting Association, система британская, и все остальные. Такие, как The National Yachting Association, это канадская компания, и сейчас появились другие, новые, и их много. Мне кажется, что это не потому, что кто-то из инструкторов плох. Среди них есть очень достойные люди в разных школах. Вопрос заключается только в том, что быть хорошим музыкантом, это еще не значит быть преподавателем музыки. Так и здесь. Есть люди, которые работают в школе годами, и за эти годы в Royal Yachting Association выведены стандарты, есть опыт, есть рекорд, записи инцидентов, есть разбор полетов. То есть это определенная гарантия качества, проверенного временем и британской культурой. Хотя есть и недостаток какой-то системы. Она признает обучение исключительно на английском языке. Если вы не знаете английский достаточной степени, то она не для вас. Даже российские инструкторы, и есть и российские инструкторы в системе Royal Yachting Association ведут занятия исключительно на английском языке. И это стандарты школы. Я сейчас покажу вам, каким образом можно выбрать, как можно найти курсы, которые вам наибольше подходят. Сейчас мы переключимся, сейчас я это сделаю на своем компьютере. Друзья, я вам сейчас покажу, каким образом можно найти себе курсы просто и быстро в том регионе, где вам требуется. Мы говорим о курсах Royal Yachting Association R-W-Y-A. Хорошо? Британская система. Итак, мы набираем R-Romeo Y Yankee A-Alpha . Org UK Обратите внимание, это Org, а не Co, потому что это не коммерческая организация. Свободное объединение их сменов саморегулированной организации в Англии. Итак, переходим в раздел Training Courses, просто щелкаем на Courses and Training и вот здесь есть Find a Training Center. Это раздел, вот он, который позволяет нам найти курсы в нужном нам регионе. Извините, компьютер работает у меня не очень быстро, потому что я на мобильном интернете в действительности. Я нахожусь не в офисе и не дома, а на мобильном интернете. Так вот нажимается карта. Нет, давайте не будем Current Location, давайте попробуем просто взять, допустим, ну, Греция. Как только вы начинаете набирать, он сразу вам подсказывает. Теперь наберите чуть-чуть терпения, давайте посмотрим на общее количество курсов, для того, чтобы вы понимали, что их действительно много и что это совершенно не проблема найти. Правда, не на берегу. Вот нам говорят, что нету ни одних курсов, но это потому, что мы попали в центр Креста. Другая картина на побережье. Вы видите, вы можете найти курсы абсолютно где угодно. я для начала вам покажу те курсы, где я был, где я знаю, где я проходил что-то. Первое это Левкадо, это Ионическое море и вот этот курс. Вот в этом регионе мы ходили в этот остров Итака, знаменитый, где куда стремился всю жизнь попасть Одиссей, а я попал в общем-то на самых первых курсах. Итак, мы щелкаем на любой из этих маркеров и получаем адрес e-mail, который нам нужен для того, чтобы написать и запросить условия прохождения курса и сайт, на который можем перейти и посмотреть что к чему. Также можно взять любую другую компанию, все равно какую. Пожалуйста, вы точно сами видите. e-mail адрес, телефон, и следующее и так далее. На самом деле, когда дело дойдет до курса, до вашего обучения, есть два варианта. Далеко не все из этих организаций действующие. Как правило, не так сложно для британца открыть курсы, если он имеет какой-то опыт в яхтинге и имеет, соответствующий, конечно, диплом о том, что он может быть тренером и соблюдать стандарты и так далее. Но тем не менее, многие делают из этого семейный бизнес, они входят в этот бизнес, потом выходят из этого бизнеса, кто-то остается, кто-то становится тренером, где-то есть большие компании, где-то есть маленькие компании. В любом случае, совершенно не факт, что все отмечены здесь флажки, это действующие учебные центры. Поэтому вам лучше посетить сайты, связаться с ними и ждать, кто вам ответит и какие условия предложат. Я, как правило, сделал так, когда мне нужно найти курсы. Я заготавливал какое-то письмо с запросом и отправлял его в несколько, а потом получал ответы и сравнивал предлагаемые условия и решал, куда дальше ехать. Значит, я был вот здесь, ну и вот в этом канале мы были, здесь мы были, здесь, ну... Давайте посмотрим еще одно место. Теперь мы перейдем в Британию. Я еще раз повторю, что на самом деле, я не один раз говорил о Средиземном море, летом это санаторий, где все мягко, где ветер не всегда есть, а если есть, он не сильный. Для того, чтобы научиться чему-нибудь более серьезному, я учился в Англии, как я говорил. И сейчас посмотрим, где. Проехали. Одно из преимуществ этих курсов, где я был, это возможность доехать сначала на метро из Хейтсроу и другого аэропорта в Лондон, а затем из Лондона до места учебы. Где-то, ну, полчаса с минус сорок от аэропорта и где-то в пределах часа до самих курсов. выходили мы в море через Мидуэй, это приток Темза. часа лучше, индейснее. вот эти курсы вот их email адрес вот сайт ну и в общем собственно говоря все что нужно для того чтобы найти раз уж мы оказались на карте Англии давайте я с вашего позволения займу у вас еще буквально одну минуту и покажу вам почему в Италии звали Альбионом Белый Белый, Альбион это Белый это вот из-за этих скал при выходе из Тензи вот те края вот даже можно посмотреть здесь есть обойти это место, пройти по этому каналу можно тогда когда есть прилив а во время отлива там яхта не пройдет что самое интересное там есть мост и железнодорожное сообщение останавливается мост поднимается для того чтобы пропустить несколько яхт или одну Альбиону называют Англией потому что вот эта вот часть побережья она представляет собой белые камни что должно получиться в итоге давайте остановимся еще на одном вопросе на том как выбрать место обучения я учился как вы знаете в двух местах в Греции и на следующий курс в Британии так вот я хочу сказать что средиземка в общем-то по большому счету честно признать это санаторий если вы приезжаете сюда летом то совершенно не факт совершенно не обязательно что везде будет ветер ходить на моторе на парусной яхте ну как бы неинтересно это большое преимущество что мы можем попасть под парусом в любой конец мира затратив деньги на топливо для того чтобы выйти из марины и войти в нее ну может быть еще для того чтобы запустить генератор и получить электроэнергию допустим на час в день в большем объеме чем ее может произвести для нас солнечная панель ветрогенератор такого рода вещи с другой стороны если вы хотите быть шкипером то нужно иметь соответственно подготовку опыт для того чтобы знать что делать в Британии так получилось что мне приходилось делать переходы с ветром силы F8 8-балльный шторм и лично мне это многое дало это холодно это неприятно это не отдых для семьи но появилась определенная уверенность даже не в себе а в лодке маленькая 34-фунтовая лодка чувствовала себя абсолютно прекрасно она была безопасна она держала волну она шла как влетая да ее болтала да приходилось все время без автопилота это учебная лодка на которых нет автопилотов держать штурвал да иногда одной рукой второй опуская в карман из-за того что было очень холодно и брызги но это было неприятно но безопасно это опыт и на самом деле шкипером становится тот кто приобретает опыт кто приобретает уверенность чаще всего происходит обучение вы приезжаете по английским стандартам на лодку накануне вечером скажем часов в пять вам говорят самое раннее время когда вы можете прибыть до определенного разумного времени часто это 24 часа и размещаетесь на борту на первую ночь как правило британцы не могут без этого в первый же вечер собравшаяся компания идет в бар и старается там пивом не увлекаться потому что на утро предстоит выход в море далее поход состоит из серии переходов по стандартам Royal Yacht Station шкиперы обязаны проходить делать и ночные переходы но для этого выбираются какие-то один или несколько дней когда они делаются в основном переходы делаются днем с утра проводится краткое завещание после этого вы выходите в море по очереди те кто сдает стандарты предоставляет возможность управлять лодкой фактически полностью под контролем инструктора который делает свои выводы об уровне знания к вечеру команда возвращается заходят в какую-то марину очень хорошо когда это новое место потому что действительно интересно погулять посмотреть вокруг еще остается время вы знакомитесь с новым городом получаете удовольствие или все вместе или идут в бар в ресторан для того чтобы поужинать или из тех продуктов британские компании обычно обеспечивают продуктами на борту хотя что-то специфическое может и покупаться отдельно но основные продукты есть всегда есть готовится какое-нибудь блюдо кем-нибудь из членов команды как правило желающих много и специальных ролей никто не распределяет кто хочет тот и готовит но на всех а как правило когда люди из разных стран в особенности желающих хоть отбавляй и все готовы продемонстрировать себя и свои кулинарные способности в общем это не проблема некоторые подводные камни во-первых в российском яхтинге очень принято чтобы инструктора кормили и куда-то водили на самом деле надо понимать что в нормальной компании работа инструктора на вашей лодке оплачена поэтому не ведитесь это все дополнительные расходы мало того что зачастую российские компании за те же самые услуги берут дороже так еще и пытаются сделать дополнительную прибыль для тех кто должен учить а не выкачивать из вас деньги с другой стороны у иностранных компаний существует другая фишка когда вы заходите куда-то вас тоже с удовольствием натидут в ресторан но во многих странах не в Англии но во многих других странах это может быть не обязательно лучший ресторан а тот где руководство заведения поделится шкипером и тогда если вы не поставите в этом точку может получиться так что вы всю неделю будете обеспечивать всех дополнительным заработком вместо того чтобы провести время в своем обществе зачастую с книгой с учебником по яхтингу и не всегда это имеет смысл смотрите какое количество веревок как вы думаете можно это все запомнить на самом деле можно ничего сложного здесь нет вопрос только в том чтобы разобраться в этом когда я начинал учиться яхтингу это выглядело таким образом я первую неделю как вы помните был просто матросом а я учился на квалификации competent crew однако и через неделю я чувствовал некоторое замешательство в том как и что делать тогда я пошел по такому пути я выбрал время когда все ушли в ресторан оставшись один на борту я обошел всю лодку и посмотрел каждая веревочка куда идет после этого все стало значительно проще а вот это вторая мачта и мы наверное поговорим здесь потому что здесь потише с этой стороны лодки меньше ветер видите какая она большая что в разных местах разные порывы я понимаю насколько сложно начать учиться яхтинку российские инструкторы грешат тем что вообще специалисты наши грешат тем что они неумеренно слишком много используют терминологию не будем упрощать нет конечно можно было с определенным допущением сказать что яхтинг это про то как при помощи веревок управляются тряпками как веревками управляются при помощи веревок управляются тряпками но парус вряд ли может назвать тряпкой потому что хотя бы из-за его стоимости передний парус стоит пошив переднюю парусу на лодку моего размера стоит несколько тысяч евро и кроме того терминология нужна для того чтобы оказавшись с кем-то на борту вы могли общаться на одном языке и понимали друг друга кто что друг от друга хочет с другой стороны конечно не факт что русская терминология лично мне за последние несколько месяцев удалось пообщаться всего лишь с одним российским экспсменом а все остальные иностранцы здесь сколько угодно британцев сколько угодно греков сколько угодно немцев австрийцев но русских крайне мало для того чтобы как-то восполнить это я попробую пойти таким путем снять для вас несколько видео всего хотя бы несколько с самым простым объяснением принципов яхтинга что-нибудь совсем элементарно так как я говорил я покажу вам как идут те или и новые концы попросту говоря веревки которые называют концами бегущий текилаш это как раз то и есть для того чтобы было понятно что на самом деле яхта устроена не так уж и сложно ну а потом потом добавим наложим на уже полученные знания и понимания технического аспекта как это делается наложим терминологии и все будет просто до конца все будет вот по так как это потом это делать это не это что это 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 это